Он не может вступить в сговор с Бэйли, он хороший чиновник. Хороший чиновник? Вы мой наставник. Он как марионетка на троне, куда лучше императора Бэйяня. Чего же вы ждёте от меня? Дабы избежать неприятностей, ты и тот человек должны расстаться. Господин Шэнь, берегите себя. Это же просто дворец, я пойду с тобой. Ты влюблён, но не можешь остаться с ней навсегда. Просто потому, что её прошлое – это твоё будущее. Шэнь Буянь! Шэнь Буянь! Господин, как вы себя чувствуете? Где нефритовый кулон? Шэнь Буянь! Господин? Стойте! Господин! Шэнь Буянь! Она ждёт меня. Шэнь Буянь! Она ждёт меня. Шэнь Буянь! Всё ещё ждёт. Нефритовый кулон! Нефритовый кулон! Я должен ещё раз вернуться. Должен. Должен сказать ей. Сказать, что когда-нибудь в будущем. Я… Я обязательно. Обязательно. Нефритовый кулон. Где он? Шэнь Буянь. Если ты ещё вернёшься. Я… Не хочу узнавать тебя. Если это воля небес. Ни ты, ни я не можем этого изменить. Кулон. Пикахай, stayed на этот свинный лазep. Сказать. 이면 ты! súтизи! Слыбнуйся! Кулонак武! Стой! Рассказ트. Слыбнуйся! Серёбнула buy. Слыбнуйся! Спропятых! Спас家! Спросargent. Спас. Спрос缺. Спас rhythm cушки. Спас. 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 Субтитры создавал DimaTorzok В Зянду, каждый человек должен избавиться от несчастий и найти своего любимого. Нефритовый кулон. Нефритовый кулон. Лу Юань, 18 лет. Вы в порядке? Лу Юань! Лу Юань! Вы меня знаете? Что с вами? Почему вы плачете? Кое-кто ждёт меня. Но я потерялся. Тогда скорее найдите её. Уже нашёл. Вот и хорошо. Вы выглядите таким грустным. Уверена, она не будет вас винить. Кстати, это ваш нефритовый кулон. Я подобрала его у реки. Ладно, ладно, я отдам его вам. Будьте осторожны рядом с рекой. Не плачьте. Не плачьте. Нефритовый кулон целый. Значит, это последняя наша встреча. Прошлое ушло. А ивы всё ещё стоят. Теперь я думаю о дожде. О падающем снеге. Я вернулась. Варёные яйца с зеленью на 3 марта. Значит, весна идёт полным ходом. Надоело собирать грибы? Дедушка, вкусно пахнет. Ешь побольше. Тебе полезно. Ешь. Похоже, без меня она счастлива. Правда ли мне нужно появиться в её жизни? Дедушка, а где Аши? Оставь его. Поедим без него. Он снова тренируется. Маленький негодник. Я не против уморить его голодом. Дедушка, я пойду увижусь с Аши. Айуэ. Дедушка, поешь, не волнуйся за меня. Вот же. Айуэ. Аши, поешь. Спасибо, сестра. Ты такой дурак. Почему каждый раз ловят, когда тайно тренируешься? Меня вот ни разу не поймали. Не спеши, ешь медленно, не подавись. Лоши, ты такой болван. Почему не слушаешься дедушку? Ты совсем забыл, как умер отец. Ещё раз так сделаешь, мы с дедушкой никогда не простим тебя. Скажи, что больше не будешь. Не вставай. Стой на коленях. Дедушка, я уже отругала Аши. Он знает, что неправ. Разреши ему встать. Да ничего он не знает. Сколько раз я говорил этому мальчишке, он либо сломает свой меч, либо вечность простоит на коленях. Дедушка, я прав. Я не хочу его ломать. Я хочу в армию. Ты... Мелкий негодник. Хочешь до смерти меня довести? Открой глаза пошире и посмотри на гору на севере. На той самой горе сгинул в бою твой отец. Даже его тело не нашли. Неужели ты хочешь закончить так же, как он? Аши! Что хорошего быть великим генералом? Дедушка всего лишь хочет, чтобы наша семья была в безопасности. Ты должен повиниться перед дедушкой. Тогда все будет в порядке. Скорее, Аши! Что плохого мне пойти в армию? Если однажды Бейли перейдут в гору и нападет на Наньмен, кто защитит наш город? Кто защитит нашу страну? В день, когда я умру, как я взгляну в лицо отцу? Ты... Я... Дедушка! Дедушка! Дедушка, что с тобой? Сколько раз я тебе говорила, не серди дедушку. Он переживает, что ты станешь как отец. Но... А как же ты, сестра? Неужели ты хочешь всю жизнь собирать грибы и просто найти кого-то, чтобы выйти замуж? Лусяо Хуа! Хуаэр! Хуаэр, ты где? Лусяо Хуа! Выходи сюда! Лусяо Хуа! Пойду посмотрю. Лусяо Хуа! Лусяо Хуа, что с тобой? Ты недавно так хорошо ухаживал за моими лошадями. Я хотел забрать тебя в город и хорошо провести время с господином Паном. Ты... Почему ты пропал? Мастер, сегодня редкий выходной. Я хочу побыть с семьей. Лусяо Хуа! Хоть ты и похож на девчонку, но все же ты мужчина. Мужчины не живут дома. Понял? Уверен. Ты не часто ходишь выпить со мной. Поэтому твоя сестра не будет возражать, да? Правда, барышня Аюэ? Правда? Не пойду. Лусяо Хуа, не будь таким бесстыжим. Еще помнишь, что вся твоя семья до сих пор мои рабы? Господин, господин, вы так добры к нашей семье. Зачем же вы сердитесь на моего брата? Я знаю, что вы были добры к Луше. И мы все вам благодарны. Возьмите эти грибы. Они стоят недорого, но они точно свежее, чем в городе. Вот сестра понятливая, учись у нее. На этот раз отпущу. Пойдем. Даже если я смогу изменить вашу судьбу, я хочу дать вам силы, чтобы избавиться от оков и не быть рабами. Не убивайте. Академия 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 Господин, это я сочинила доску любви, но ещё не закончила её. Почему вы играете её? Если нет любовной тоски, откуда взяться песня «Тоска любви»? Это вы были в тот день у озера. Я. Меня зовут Шэнь Буянь. Вы следили за мной? Что вам нужно? Простите, боюсь, у меня осталось мало времени. Мы можем просто договориться. Выполните три моих просьбы, а я отвечу на три твоих вопроса. Не волнуйтесь, эти три просьбы… не противоречат морали, и вам под силу их выполнить. Ни за что! Почему? Три просьбы за три вопроса – это плохая сделка. Так за чего хотите? Одна просьба за три вопроса. Иначе забудьте. Я согласен. Я передумала. Пусть будет три вопроса. И ещё… Пять таяли серебра. Пять таяли серебра? Ну… Или равноценный обмен. Договорились. Оплата – после окончания. Тогда решено. 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 Я начну. Кто ты такой? Я Шэнь Буянь. Я уже знаю, что ты Шэнь Буянь. Я попросила рассказать о себе. Кто виноват, что ты неправильно, задаёшь вопрос? Ладно. Ты победил. Тогда второй вопрос. Это я написала эту песню. Где ты её услышал? Когда ты её услышал? Это не совсем подслушивание. Я слышал её в павильоне у воды. Когда? Какой сейчас год? Твоя просьба – пять таяли серебра. Договорились. Тридцатый год правления династии Цзин. Прошло восемнадцать лет. Восемнадцать лет? Господин Шэнь, ваше враньё нуждается в доработке. В этом году мне будет только восемнадцать. Это сказал восемнадцать лет. Значит, я играла для тебя в утробе матери? Я не сказал восемнадцать лет назад. Восемнадцать лет спустя? Примерно так. Забудь, забудь. Ты не сказал ни слова правды. Что именно ты собираешься делать? Ответь правду и не ври. Я думаю, что ты очень талантлива, неогранённый алмаз. Поэтому я хочу тебя научить для того, чтобы тебя больше никто не обижал. Я что, похожа на ту, над которой будут издеваться? Верно. Ты же добровольно отдала все грибы. Ты что, шпионил за мной? Подумай хорошенько. Ты хочешь услышать то, что я скажу тебе? Или хочешь и дальше раздавать грибы? Ладно. Давай посмотрим, что ты хочешь сказать. Чему научишь? У тебя на голове лист. Это закрытое место. Вдали от глаз. Начнём. Хорошо. Первый урок. В малом увидеть большое. Взгляни на это. Что ты видишь? Гриб. Верно. Глянь внимательней. Это всё ещё гриб. Я знаю, что это гриб. Я показываю тебе истинную суть вещей. Деньги. Считай его серебром. Сын чиновника забрал у тебя корзину серебра, как само собой разумеющиеся. Что думаешь? Он, должно быть, забрал деньги у многих людей. Что ещё? Ещё? У них не так много денег, но они настолько богаты, что могут позволить себе такой большой дом. Продолжай. Зачем мне продолжать смотреть на этот гриб? Ты думаешь, почему он так поступил? Почему задирает вас? На самом деле тебе нужно думать о том, как дать ему отпор. Говори тише! Его отец управляющий, а мы просто людины. Мой брат работает у них конюхом. За десять таилей серебра, которые ты мне дашь, я куплю брату свободу. Как мы можем их победить? Император Цзиньпин обеспечил верховенство закона, но деревенские об этом не знают. Похоже, причина провала реформы в другом. О чём ты говоришь? Верховенство закона значит независимо от того, кто он. Нарушив закон, он может быть осуждён в суде. А как же доказательства? Доказательства? Это следующий урок. Иду, иду, иду! Ты каждый день вовремя. Мне очень нравится слушать что-то новое. Конечно, я буду вовремя. Правда, нравится? Или ты из-за денег? Мне нравится слушать. И нужны деньги. Я уже всё продумала. Когда накоплю достаточно денег, я обязательно выкуплю лоши и куплю собственную арфу. Задам тебе вопрос. Спрашивай. Знаю, что через 10 дней человек умрёт. Ты расскажешь ему? Если я узнаю, что человек через 10 дней умрёт, я ему не скажу. Потому что если я ему скажу, все оставшиеся 9 дней он будет страдать, он не сможет наслаждаться красивой мелодией. И не станет наслаждаться ароматом весенних цветов. И даже самая вкусная еда в мире не прибавит ему аппетита. Как бы всё хорошо ни было, если он знает, что скоро умрёт, он не будет счастлив. Так ведь? Так чему ты научишь меня сегодня? Теперь ты знаешь о верховенстве закона. Пришло время расширить кругозор. В мире 9 царств. Шэнь на юго-востоке. Бэйли на севере. Сижон на западе. Это две основные угрозы Шэнь. Далина Люли. Что ты здесь видишь? Просто расскажи мне всё. Зачем спрашиваешь? Я хочу, чтобы ты думала сама. Я не смогу думать за тебя. Почему? Хорошо же, что ты здесь. Ладно, ладно, не злись, я буду думать, как ты и сказал. Долина Люли всегда под угрозой, поэтому у входа в долину стоит западная крепость. Это самая важная крепость для защиты долины. Сообразительно. Продолжай. Что продолжать? Нужно защищать Люли, чтобы Дзянду не пал. Верно. Что это значит? Какой-то приём? Это значит, ты права. Права? У него много значений. Например, хорошо, без проблем, доверься мне. Раньше я не знала такого жеста. Но теперь знаю. Доверься мне. С дороги! С дороги! Аши, ты каждый день придумываешь отговорки, чтоб не зайти ко мне. Чего хочешь, дядя Гу? Нет, я послушал дедушку и не пошёл. Луши, здесь ты ничего не найдёшь. Я думал, ты ждёшь какую-то девушку. Дядя Гу. Отпустите! Отпустите! Хорошо. Беги. Давай. Ты что? Разве не видишь, кто он? Что происходит? Кто эта девушка? Это дочь Лао Суня. Они перевозили лошадей для главного пастуха. Стой! Не вмешивайся! Не ходи! Тогда как она попала в переделку с этим демоном? Мы же собираемся воевать с Бейли. Её отец был плохим коневодом. Много лошадей погибло и его казнили. Дочь преступника, будешь моей наложницей. Мой отец не виновен! Это ты совершил преступление! Мелкая сучка! Я тебе покажу! Кто здесь главный? Не вмешивайся! Ноги переломаю! Пусти! Красавчик Лу! Разгребай навоз, Нань Мэне! Не вмешивайся в мои дела! Беда, беда! Смотрите! Какой красивый! У меня раб, господин! Нельзя бить людей! Почему это? Как раб смеет вмешиваться в дела хозяина? Послушай! В этом городе я правитель этого мира и могу бить любого! Разберусь с ней и ты получишь! Вали! Субтитры 그래! Послушай! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok